Первая в текущем году корректировка бюджета на этот и следующие годы – один из самых важных вопросов февральской парламентской сессии. Общая сумма доходов составит более 95 миллиардов рублей, расходная – более 100. Более 4 миллиардов рублей останутся в дефицитной части. Кроме того, в краевой бюджет поступили дополнительные 10 миллиардов рублей из федеральной казны. Основные средства будут направлены на ремонт и строительство дорожной сети, в том числе дорог к территориям опережающего развития, на строительство и ремонт объектов социальной сферы, школ, больниц, детских садов, на оказание помощи муниципальным образованиям по реализации их муниципальных программ, в том числе в части обеспечения инфраструктуры, связанной с созданием благоприятной, комфортной среды для жителей городских округов и муниципальных районов. В целом повестка февральской сессии содержала более 50 вопросов. Ситуация с перевалкой угля в находке по-прежнему под пристальным вниманием депутатов. Этот вопрос на заседаниях поднимают постоянно. Более того, он на особом контроле у вриу губернатора края. Необходимо ужесточить прежде всего административную ответственность за загрязнение окружающей среды и решить вопрос о строительстве закрытых угольных терминалов. Дополнительно мы также сегодня единогласно проголосовали за постановление об обращении к министру природных ресурсов и экологии Донскому о том, чтобы разработать и внедрить скорейшим образом методику расчета именно угольной пыли. Именно взвеси угля в общем концентрации пыли. И в том числе, чтобы угольную пыль сегодня включили в перечень тех веществ, за которые существуют приказания. В ходе сессии законодатели приняли решение направить министру природных ресурсов Сергею Донскому еще одно обращение. Оно касается установления нормативов на количество добываемых дикоросов. Сегодня население делает это бесконтрольно в огромных количествах, варварски разграбляя тайгу, отмечают парламентарии. Вынос ореха для личного потребления стал уже на промышленной основе. Поэтому я думаю, что будет обращение и на полномочия края эту норму нам передадут, чтобы мы могли здесь сами определять, какое количество, 40 килограмм, 50 или 100 килограмм. Вот такая ситуация. Также депутаты приняли закон о налогах на игорный бизнес. Ставки оставили прежними. В игорную зону необходимо привлекать новых инвесторов, отмечают парламентарии. Они приносят в бюджет края немало доходов. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.